Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 3 марта, день Агапа. Святой Агапита-исповедник ревностно практиковался в посте, бодрствовании и молитве. Это вызывало удивление. Он носил одежду из древесной коры, питался нередко в течение 80 дней, заловив вместо хлеба, отказывался от сна. Господь одарил его благодатью чудотворение. Приметы. Облака висят высоко, погода испортится. Снег на полях лежит неровно, к хорошему урожаю овощей и зерновых культур. Если показались бабочки-крапивницы, снега больше не выпадет. Много снега, много хлеба. Сосульки с крыш свисают, зима затянется. Алая заря, вскоре снег пойдет. Деревья почернили, жди потепление. И если затрещали, будут морозы. Звезды сильно мерцают, будет похолодание. Если луна с трудом видна на ночном небе, утром может выпасть снег. Яркая луна или круг света вокруг нее – к холодам. 27 лунные сутки. Гравитационная энергия этих лунных суток сильнейшим образом возмущает водную оболочку нашей планеты, что вызывает наступление самых больших приливов в мировом океане. В человеческом организме происходит волнение жидкости, меняется настроение. Чтобы дополнительно не дать нагрузку организму, проявите в это время умеренность в питании, физическая нагрузка. Это во все. Из очистительных процедур особенно хорошо подходит парная. Рекомендуется медитация на волнующие вас темы. Можно получить интересующие вас ответы. В зеркало лучше не смотреть. Негатив из тонкого мира нам не нужен. Не будьте рассеянны. И во время прогулки смотрите под ноги, чтобы не поранить ступни.